Хотите увидеть, как под руководством долларового миллионера люди с разным доходом выйдут на новый финансовый уровень, о котором даже и не мечтали? 12 марта стартует реалити-шоу «Время миллионеров». Максим Темченко, миллионер, ученик Роберта Киасаки, Брайана Трейси и Тони Робинса, выбрал трёх участников, которые под его руководством изменят свою финансовую судьбу. Регистрируйтесь по ссылке в описании, чтобы следить за событиями, выполнять ежедневные задания и научиться обращаться с финансами. Среди зрителей разыгрывают iPhone X и другие призы. Подробности в описании под видео. Ботинки и джинсы – классическая комбинация, которая отлично подходит большинству мужчин, но всё ещё многие парни её не используют. Как это правильно делать? Давайте поговорим о подвернутых, закатанных и просто собранных джинсах. Некоторые не понимают пропорций. Они надевают плохо зачитающиеся джинсы и ботинки вместе. В сегодняшнем видео я дам вам универсальное руководство, как закатывать, подворачивать и собирать ваши джинсы. Давайте обсудим основные правила сочетания джинсов и ботинок. Мы начнём с правил для джинсов. Ваши джинсы должны быть правильного размера и правильно на вас сидеть. Под правильным размером я подразумеваю, что ваши штанины должны быть немного длиннее, чтобы сделать манжету, закатать или можно было оставить сбоку. Это где-то на 5-15 сантиметров, чем вы обычно носите. Кроме того, вам нужно убедиться, что джинсы, которые вы покупаете, не будут садиться, как многие селвиджи или подобные джинсы. Вам нужно убедиться, что их размер после стирки останется прежним. Если вы купите джинсы правильного размера, но они не обработаны специально для предупреждения усадки, вы постираете их один раз, даже если вы постираете в холодной воде с каплей мыла, они сядут. Поговорим о видах джинсов. Слим – это мои любимые. Скини – подойдут многим. Классика – тоже можно подобрать, но грань между правильной посадкой и ошибкой достаточно тонкая. Если вы возьмёте слишком свободные, ни одно правило, ни одна складка не будет работать как нужно. Вспомним про буткаты. Буткаты отлично подойдут, если вам нужен массивный вид. Но буткаты не подойдут для закатывания или сборки, о чём мы будем здесь говорить. Далее поговорим о правилах относительно стиля ботинок, выбора характеристик и сочетания их с джинсами. Сперва посмотрите на эти ботинки. Это классические чукки, пришедшие со Второй мировой войны. Пустынные ботинки. И что я заметил? Это ботинки с высокой лодыжкой. Большинство других ботинок, о которых я расскажу в эти несколько минут, будут выше, чем эти. Если их надевать с джинсами, то стоит оставлять штанину длиннее. Поняли смысл? Чем меньше высота у ботинка или туфли, тем длиннее штанина. Где это реально видно, друзья, так на этих ботинках. Посмотрите на их высоту. Они выше почти на 4 сантиметра, чем чукки, которые я вам показывал. Это ботинки на шнурках. Посмотрите на количество глазков под шнурки. Здесь их 7. Вы можете встретить некоторые ботинки с 9, 10 и большим количеством глазков. Когда вы надеваете высокие ботинки, как эти, нужно знать, что штанина должна быть немного короче. И вы должны подвернуть их немного повыше. Мы поговорили всего о нескольких сантиметрах. Но это целая пропасть между разными стилями. И это важно. Ведь когда вы надеваете джинсы с ботинками, вы хотите быть уверены, что вы выбрали правильные джинсы и правильные ботинки. Все эти замечательные ботинки, которые вы увидели, вы можете забрать на Tuesday Boots. Это спонсор сегодняшнего видео. Друзья, они создали прекрасные ботинки по прекрасной цене. Если вы ищите качественно сделанные ботинки по справедливой цене, вы будете шокированы, когда увидите цену. И отпишитесь в комментариях. Это отличное предложение. Я прошел в них всю украинскую зиму, всю висконсинскую. Эти ботинки шикарны. Как все аккуратно сделано. Отличная подошва. Я проходил в них около пяти, шести сотен километров. И подошва послужила отличную службу. Что уж говорить, как будто практически и не носил. Я ношу эту пару год, но не в зиму. Это слишком легкая кожа. Прямиком из Хоруин Лезер в Чикаго. И просто мне нравится, как они выглядят. Это мои летние ботинки. Эти ботинки я надевал, когда поехал в Лондон. Ждалось много дождей, когда был в Париже. Мне также нравится резиновая подошва. Она выручала меня, где бы я не путешествовал, где бы я не ходил со своим багажом. Tuesday Boots. Отличная фирма. Я с гордостью их поддерживаю. Я оставлю ссылку в описании. Загляните к ним. Отличная компания. Первый способ. Пусть образуются складки. Этот стиль будет более модным, чем остальные. В частности, потому что это характерно для скини-джинс. Хорошо смотрится с узкими джинсами, но классика, буткаты или просто джинсы широкого покроя будут смотреться довольно небрежными. Итак, этот способ подходит джинсам узкого покроя. Какие ботинки можно носить, когда вы делаете такие складки на джинсах? Лично я, когда вижу такую сборку, думаю, что это более повседневная, немного небрежная. В то же время, это и сейчас наиболее модный вариант. Итак, нужны ботинки, у которых есть шнурки. Чукки, я думаю, что идеально подойдут. И сапоги на шнурках. Мы притягиваем внимание на ноги, и взгляд переходит на ботинки. Чего стоит действительно избегать, так это Челси. В принципе, это возможно, я видел, как так носят. Но по мне, их форма слишком обтекаемая и нежная, чтобы быть в паре с такой массивной сборкой. Далее у нас идет глубокая манжета. Вы просто выворачиваете штанину изнутри кнаружи и поднимаете на 10-15 сантиметров. Окей, как выбрать между 10 и 15 сантиметрами? Ну, смотря на сколько вы большой. Итак, если вы ростом 170 сантиметров, это как раз 10 сантиметров для вас. Если вы 2 метра ростом, смело закатывайте на 15 сантиметров. Это касается пропорций. А что если вы ростом 160 сантиметров? В таком случае, такие манжеты не для вас. Они будут слишком большие, что вам следует избегать. Какие джинсы подойдут для глубокой манжеты? Для этого подойдут слимы, а также классика. Я не советую делать на скине и широких джинсах. Далее поговорим о ботинках. Это глубокая манжета, это большая манжета. Вам нужны пропорционально большие ботинки. Видите, как они взаимодействуют? Считай, Челси это самые маленькие ботинки, с которыми можно так ходить. Одно не очень здорово в Челси. Гладкие линии предательски делают их более маленькими, более изящными. Тут я определенно избегаю чукки. Чукки, как и все ботинки, в смысле, вы можете их надеть. Я видел, как носят с 10 сантиметровыми манжетами. Но, по моему мнению, они слишком малы. Лучше всего будет смотреться с классическими ботинками на шнуровке. Опять же, я выбираю семью девятью глазками. Так же подойдут альпийские ботинки. По моему мнению, обе модели отлично смотрятся с глубокой манжетой. Следующий, 5-сантиметровый подворот. И для мужчин ростом 160 сантиметров, скромных пропорций, где-то 55 килограмм, это то, что им подойдет. Но, если вы большой, эта пропорция не очень хорошо сработает. Лучше использовать глубокую манжету. А теперь поговорим, как закатать этот подворот. Просто выверните вашу штанину изнутри наружу и поднимите где-то на 5 сантиметров. Затем, что нужно сделать? Взять конец и заправить вовнутрь, чтобы был приличный вид у подворота. 5-сантиметровый подворот отлично сочетается со слим и с кинни-джинсами. Классика, если они немного заужены, вы можете попробовать. Но остальные, буткаты и широкие, для них это не подходит. Идеальные ботинки для такого подворота должны быть пропорциональными. Я считаю, что вы можете сочетать с ними практически все ботинки. Это одна из причин, почему этот подворот мне нравится. Но все должно быть пропорциональным. Что имею в виду? Но, если вы небольшой парень, зачастую у таких мужчин их ноги и руки в пропорции к остальному телу больше. Будьте аккуратны с обувью, которая может увеличить размер ноги. Просто сделает вас похожим на клоуна. Вместо этого придерживайтесь аккуратности, гладких линий, темных цветов, как эти. Снова, придерживайтесь гладкости и элегантности. Все это скроет несоразмерность ваших ног. Если у вас нормальные размеры и пропорциональные ноги, вы можете носить любую обувь. Далее у нас идет пинролл. Одна из самых модных, потому что появляется четкая граница вокруг лодыжки. Напоминает военный подворот для джинсовых манжет. Сперва расправьте ваши джинсы и встаньте прямо. Теперь возьмите низ с внутренней стороны лодыжки и загните. Получившуюся складку приложите к лодыжке и теперь подворачивайте. Теперь вы сможете сформировать этот подворот. Быстрый стайл-хак. Зачастую делать этот подворот одно мучение. Если это про вас, попробуйте использовать резинку, когда начинаете заворачивать. Тогда он продержится целый день. Какие джинсы подходят для пинролла? Лучше всего подойдут слим, а также скини джинс. Классика или обычные не подойдут, а широкие вообще забудьте. Идеальная обувь для пинролла, если честно, любые ботинки подойдут. Но мне больше нравятся те, которые на пике моды. Так на них обратят больше внимания. Это может быть обувь из светлой кожи, что-то из палитры бронзы. Стоит внимания. Также здорово смотрятся альпийские ботинки. Посмотрите на контрастную подошву, посмотрите на D-образные глазки, а теперь и вид в целом. Когда вы надеваете широкие ботинки с джинсами и пинроллом, это позволяет глазам сфокусироваться на обуви и делать вам комплименты. Далее поговорим о двойном подвороте или же скини ролл. Это отличный подворот, с которого можно начать. Это самый простой из всех. Вы, возможно, делали его раньше. Сперва вам нужно потянуть вниз и вывернуть штанину на 2,5 сантиметра. Затем вы дублируете его, закатывая снова, теперь на 3-4 сантиметра. Очень просто, да, друзья? Что касается джинсов, для этого подойдут слим, скини, обычные или классические джинсы. Единственные джинсы, которые стоит избегать, так это широкие. Так какая обувь подойдет для скини ролла? Друзья, тут подойдут все ботинки, о которых я говорил. Но мне нравится ходить в чем-то простом, элегантном, в том, что не подвластно времени. Ну ладно, друзья, если вам нужна больше информации, у меня есть инфографика на этот счет, где описывается больше деталей, как делать манжету, как подбирать, как закатывать ваши джинсы. Есть статья со всеми деталями, трюками, чтобы подвороты держались целый день. Я оставлю ссылку в описании. Кроме того, есть ссылка на нашего спонсора. Загляните к ним, друзья. Как я и говорил, все эти великолепные ботинки из этого видео были предоставлены прекрасной компанией Tuesday Boots. Эта пара ботинок у меня уже два года. Я проходил в них около 500 километров. И подошва отлично прослужила. А верх сделан из высококачественной кожи. Я встречался с основателями этой компании. Я видел все производство, как все происходит. Встречался даже с дизайнерами в Нью-Йорке. И могу сказать, что это отличный товар. Я с гордостью поддерживаю их. Я оставил ссылку в описании. Если вы хотите поделиться этим видео, отправить его тому, кто еще не видел, я буду очень признателен. Берегите себя. Пока.